У них день рождения на этой неделе было, и они, мне кажется, немного везунчики, потому что они свое день рождения вот таким фундаментальным праздником подстраивают. Как-то родились где-то рядом. Это Игорь Михайлов и Александр Сорокин. Пожалуйста, на алтарь, под ваши аплодисменты. Заходи. На огонек. Они годами выходят вместе. Скажут, ну как-то разбежаться надо, чтобы по одиночке поздравили. Ну нет, комплексно вам. Вам хорошо. Да, согласно Библии, хорошо и приятно жить братьям вместе. Это как драгоценные лезь, стекающие с головы на бороду и на края одежды. Да, соответственно, вся жизнь в Царстве Божьем, вся жизнь в Церкви, это классная жизнь. И ваш адрес, вот в адрес Игоря, в адрес Александра, ну в первую очередь хочется сказать огромное спасибо. Вот есть если от людей спасибо, какая-то вот награда людская, да, какая-то признательность, вот она их глубокое сердце. Потому что вы фундаментальные люди для Царства Божьего. Я не говорю для Церкви только, именно для Царства. Потому что вы долгие годы доказали своим служением, своим трудом, таким может быть непопулярным, невидимым, но плод вашего пастырского сердца в заботе о людях и вашей профессиональной подготовке в профессиональном служении. Вы каждый занимаетесь своим делом, вы каждый строите свою часть стены, дело Божьего, свою часть стены Иерусалима. Помните, как в Неме, каждый род, каждый представитель рода брал ответственность за часть стены и вкладывался туда. Рядом сосед брал ответственность и вкладывался туда. Здесь еще один брал ответственность и складывался туда. И в совокупности участия каждого получалось строительство стены Иерусалима. Вот церковь точно так же строится. Ты, Игорь, со своей стороны строишь эту церковь. Саша со Светланой со своей стороны в своем служении строят эту церковь. И вместе у нас получается большой Иерусалим. Вместе у нас получается город, в центре которого Иисус Христос. И пусть в вашу жизнь, пусть в вашу жизнь придет большая награда с неба. Большая награда. Мы люди ограничены в своем даянии. Мы как церковь сейчас почтим небольшими конвертиками в знак благодарности вас. Но основная награда это от Иисуса. Это от Иисуса. Он щедрый. Он благословляющий. И знаете, если посмотреть на жизнь этих служителей, посмотреть на их семьи, на их деток, на окружение, в котором мы находимся, мягко говоря, можно позавидовать. Потому что очень все правильно, очень все гармонично, очень все по-библейски. И видно большую руку Божью. Большую руку Божью. И пусть то дарование, которое дано каждому из вас, по пророчеству, через возложение рук, оно преуспевает, оно приумножается, оно раскрывается, оно активируется. Пусть помазание Духа Святого, оно прикасается там, где его еще нет и достает уникальность того, что Бог заложил в каждого из вас. Царство Божье, подобно человеку, написано, купцу, который купил все поле вместе с грязью. Но он не смотрит на грязь, он смотрит на жемчужину. И в каждом из нас присутствует много от земли, от Адама. Но самое драгоценное, то, что у нас есть от Иисуса. Те жемчужины, которые он заложил, и ему они важны. И он хочет достать их и показать всем. Царство Божье, подобно этому. Пусть Бог вас сильно благословит. И мы как церковь сейчас помолимся за вас. Мы попросим в согласии, чтобы всякая нужда, которая есть в ваших сердцах, а Бог сердце видит. И Писание говорит, что Он восполняет желание сердца. Пусть придет награда, большая награда. Пусть пророчески будет награда. Не от людей, а от Бога. Ту, которую вы даже не ждете, она больше вашего сознания. Пусть будет большая награда во имя Иисуса Христа. Дорогой Господь, перед тобой от имени Иисуса мы сейчас молимся. Мы молимся за наших братьев, за служителей. За тех людей, которые несут ответственность и строят Твое царство на этой земле. Они совершенствуют святых на дело служения. Они созидают Церковь Твою. Ты избрал их, предопределил от чрева матери, простил грехи. Ты вложил в каждое из них уникальное дарование, уникальный дар. И помазал его силой Духа Святого. И мы во имя Иисуса просим Тебя, Господь, чтобы Твое помазание, которое приходит от Тебя свыше, оно в каждом дне делало их служение, их лично лучше. Активировало все грани их даров и талантов, которые сокрыты внутри во имя Иисуса. Пусть приходит благодать обогащения, пусть приходит сила, которая способна выводить их на новые уровни жизни во имя Иисуса Христа. Пусть всякое желание сердца, пусть всякое желание сердца будет исполнено от Тебя, Господь. Мы благословляем от Твоего святого имени. В их день рождения мы просим, награждай их, Господь. Награждай их во имя Иисуса. Пусть Твоя сила, пусть Твоя слава, пусть Твое величие, пусть Твое проявление, проявление Духа на пользу, оно будет в их жизнях, оно будет в их семьях, оно будет в их детях, оно будет в их служении во имя Иисуса Христа. Мы благословляем! Будьте благословены! Свят Господь и вся земля полна славы Господней